И сегодня мне бы хотелось добавить вам такого же весеннего настроения, и в этом мне поможет одна монета, а точнее это вовсе даже и не монета, а нам же интересен именно сам этот предмет, сам жетон. Дорогие друзья, здравствуйте! С вами канал Заметки Нумизмата, я Алексей Шуйков А.П.Полушкин, и сегодня в этот замечательный весенний солнечный день, я надеюсь, мне бы хотелось добавить вам такого же весеннего настроения, позитива и положительных эмоций. И в этом мне поможет одна монета, на которую мы в этом выпуске сделаем обзор. А точнее это вовсе даже и не монета, ну в общем сейчас вы сами все увидите и поймете. Поехали! Итак, вот что я принес сегодня в студию. Вам на миг показалось, что это рубль 1924 года, а вот и нет. Совсем недавно по заказу грейдинговой нумизматической компании ННР в рамках проекта «Монетное дело» был отчеканен монетовидный жетон 1 рубль 2020 года с исполненным на нем девизом «Рыболовы и охотники, объединяйтесь». Выпуск жетона был посвящен столетию декрета СНК, это Советы народных комиссаров, если кто не знает, об охоте за подписью вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Что это за декрет был такой, я думаю, вы без труда найдете его в интернете и прочтете этот любопытный документ, тем самым приобщившись к российской, ну а в данном случае к советской истории. А нам же интересен именно сам этот предмет, сам жетон, ибо его исполнение заслуживает что ни на есть самого пристального внимания нашего, как нумизматов. Итак, вот он перед нами, и мы видим, что жетон этот выполнен из высокопробного серебра 925 пробы, чеканен по технологии ПРУФ, есть такой вот он на себя блестящий, сверкающий, зеркальный, мы видим это все на ваших экранах, с нормативным весом 20 грамм и диаметром 33,5 миллиметра. То есть по весу, диаметру и в общем-то можно сказать, что и по пробе он полностью повторяет первый и единственный ранний советский рублевик. Если кто-то сейчас мне в ответ в комментариях начнет писать, что, мол, первые советские рубли это 1921 и 22 год, нет, господа, то были монеты РСФСР, это совсем другая история. Так что первый советский рубль это именно 1924 год. И что самое примечательное, весь дизайн этого жетона выполнен по мотивам и подобию этого самого рубля 1924 года. Правда, теперь рабочий превратился тут нас в охотника, а крестьянин в рыбака. И если изначально первый показывал второму на утренний рассвет над заводом, как символ новой индустриальной жизни, то на данном изделии все походит на то, что охотник, видать местный, показывает запутавшему пенсионеру-дачнику, как пройти к речке или пруду. Тот, наверное, за кросями пошел. Оборот жетона также остался идентичным рублю-исходнику. Поменялась лишь легенда. Вместо пролетарии всех стран объединяйтесь, мы читаем рыболовы и охотники объединяйтесь. Вот и все собственные различия. Правда, на гурте вместо привычной надписи тут мы это все, конечно, разведить вряд ли сможем, слаб мешает, но достоверно знаем, что там имеет место быть гравировка с наименованием, пробы и индивидуальным номером. Да, именно номером, ибо всего было их выпущено 250 экземпляров этих жетонов, каждый из которых, в свою очередь, был помещен, упакован в слаб ННР и каждому из них присвоили номер от единицы до 250. Кто-то воспримет этот предмет забавным и интересным, вполне подходящим вариантом, кстати, для подарка другу, родственнику, рыбаку или охотнику, ну а если тут еще и нумизма, то вообще согласитесь, сто процентов попадания, замечательный подарок, все будут довольны. Кто-то отнесется к жетону, к этому, прям вот как нумизмат-нумизмат, 250 экземпляров, это редкость, надо себе такое заполучить, потом не найдешь. Ну а кто-то, возможно, и такое будет негодовать, говорить о киче, насмешке над знаковой советской монетой, истории, и такое мнение тоже имеет право быть. Но ясно одно, этот предмет явно не оставит никого равнодушным. А что же думаете вы об этом жетоне? Напишите нам в комментариях, а заодно укажите, поднял ли этот ролик, вам настроение. Можете поставить лайки и подписаться на канал, мы будем вам за это искренне признательны. Ну а на сегодня у меня пока все, до скорых встреч, пока!